Всем привет! Спасибо, что вы сегодня заглянули ко мне. Меня зовут Катя, и я продолжаю мою игру «Расхламление за 30 дней. Избавиться от 465 вещей». Конечно, это видео не для всех, для тех, кто любит наводить порядок и освобождать пространство не только в своем доме, но и в голове. Это на самом деле для меня лично это очень взаимосвязано. Сейчас у меня такой был, может продолжается, тоже такой нелегкий период, и мне вот эта уборка очень на самом деле помогает. И у меня сегодня будет два дня, седьмой, восьмой, и это будет, поскольку я иду с обратной стороны, 24-23 вещи. И, честно говоря, после вот прошлых этих расхламлений, которые были в прошлые годы, мне казалось, что у меня, ну, как-то более-менее расчистилось пространство, потому что раньше мы жили здесь в этой квартире с бабушкой, и, честно говоря, были даже еще какие-то ее вещи. И мне казалось уже, что я, ну, неплохо так избавилась, но вот сейчас тоже в этот раз смотрю, что все равно вещей много. Хотя я покупаю довольно-таки осознанно, и у меня где-то в голове, знаете, есть такая идеальная картинка, что я бы хотела иметь вот вещей ровно столько, сколько нужно. Например, если бы мне нужно было, вот, допустим, переехать, чтобы это был какой-то... Я не говорю сейчас про вещи, допустим, какие-то большие, но чтобы это был вот какой-то минималистичный гардероб, там, какой-то минималистичная косметика, какой-то парфюм, какие-то там пару книг, что-то вот такое. Но пока что я, к сожалению, этого идеального состояния достигнуть не могу. Вещей все еще много, и если вам интересна эта тема, то приглашаю к просмотру. Сегодня я разобрала на кухне один из ящиков. У меня в этот раз нет какой-то такой системы, что я четко по системе разбираю. Когда успеваю, там, что-то на кухне, что-то в комнате. Сегодня разобрала ящик на кухне. У меня бывают такие тоже желания покупать какую-то более здоровую пищу, готовить здоровые блюда, печь хлеб. И какое-то время я это делаю, а потом остатки этих продуктов остаются, и мне лень этим снова заниматься. И как бы эти продукты стоят. И сегодня у меня вот тоже попадают в расхламление такие продукты, которые просто остатки застоялись, и остатки черного риса. И я тоже за собой замечаю, что да, я стараюсь там есть эти более полезные продукты, какие-то интересные блюда готовить. Но вот мне, честно говоря, я люблю белый жасмин рис, а вот этот черный ем, потому что полезно. И сейчас я просто, когда, допустим, я плохо себя чувствую, когда у меня такое подавленное какое-то состояние, я стараюсь просто себя не мучить хотя бы таким. Я стараюсь хотя бы есть то, что мне вкусно, то, что мне нравится, даже если это белый рис, и он не очень полезный, как теперь это модно. И это один продукт. Остатки гречневой муки. Это я тоже иногда пеку сама хлеб, но вот уже давно этого не делала, и пока что такого желания нет. Тоже прошел срок уже этих остатков. Сбавляюсь. Туда же идут тоже остатки орехового масла. Тоже как-то оно где-то там попало в конец шкафчика, про него просто забыли, оно уже давно открыто. Покупала тоже такие орехи для панировки. Курица, еще чего-то. Пару раз попробовала, тоже мне очень понравилось, и тоже прошел срок. Льняное семя. Тоже прошел срок. Тоже использовала какое-то время, но потом мне надоело. И тоже оно стояло долго. Так, это тоже такие остатки чая. Дочка любит иногда побаловаться какими-то такими чаями со вкусом. Но он очень химический у него аромат. Там тоже остатки, поэтому очищаю пространство от него. Так, и это у меня уже шесть вещей. Еще тоже из кухни. Я когда-то заказывала на Алиэкспресс мешки. Такие биоразлагаемые. Специально, чтобы собирать вот этот такой мусор, какие-то там остатки еды. Но они полежали какое-то время, и они настолько биоразлагаемые, что они просто... Ты даже не успеваешь в них как бы что-то положить, а они уже начинают разлагаться, рваться. Поэтому сейчас их даже, ну, тоже остатки невозможно использовать. И избавлюсь от этого. И еще тоже банк, коробка от печеней. Там тоже остались какие-то печеньки, но она очень давно лежит, и тоже от нее избавляюсь. У меня уже восемь вещей. Ну, вот больше сегодня с кухни ничего такого не будет. Только еще тоже нашла одно средство с уже давно прошедшим сроком. Это средство для мытья полов. Тоже от него избавлюсь. Потому что думала, что для такого средства ничего страшного, что можно использовать. Но очень такой химический аромат. Девушки, напишите, пожалуйста, в комментариях, бывает ли у вас такое, что вот покупаете какие-то такие продукты необычные, какие-то более здоровые, что они потом остаются и приходится выбрасывать. Для меня это, наверное, самая такая неприятная тема, выбрасывать еду, потому что меня в детстве приучали, что еду выбрасывать нельзя. Но вот, к сожалению, сейчас иногда так приходится делать. Еще вот тоже остатки средства для обуви. Ну, как бы там осталось что-то, но мы уже его не используем. Тоже избавлюсь. Мы делали тут на этих днях у дочки в комнате такой мини-ремонт. Наконец-то нам удалось снять вот этот плафон от старой люстры, потому что не получалось. Тут брат мне помог. И тоже избавляюсь вот от старой люстры, которой очень-очень много лет. И поменяли просто на другую. Так, еще тоже здесь, конечно, не показываю, но это еще раз перебирала ящик с нижним бельем. Сюда попали тоже несколько пар колготок, какие-то носки, нижнее белье. И тут всего тоже 8 вещей. У меня тоже с этим такой пунктик. Мне хочется, чтобы все эти вот вещи, что касается нижнего белья, чтобы все было идеально. Тоже из одежды. Сейчас прошел сезон. Мы вернулись из отпуска. И избавлюсь от этих двух купальников. Они уже подрастянулись, немножко потеряли форму. И если этот отслужил несколько сезонов, может, каких-то даже 3-4, так хорошо служил, без какой-то всякой марки, просто покупала, просто в магазине каком-то без имени. А вот этот купальник Этам, он стоил в 2 раза дороже, чем вот этот. Купила я его прошлым летом. Но он так быстро пришел. И цвет тоже такой поменялся, какой-то такой желтизной покрылся. И растянулся быстро. И, в общем, Этам такое разочарование. Как нижнее белье, так уже и купальники. Наверное, я думаю, что я не буду больше в этом магазине ничего покупать. Хотя когда-то раньше, может, лет 10 назад, мне там очень нравились пижамы. Но сейчас что ни купишь, все стоит немало, а качество такое посредственное. Так, еще одна... Ой, это сейчас мука рассыпалась. Еще одна черная футболка, которая тоже по... Сама ткань достаточно плотная. Может, еще можно было бы носить, но она уже по краям, как черные вещи, немножко таким... Ну, от потертости. Вот. Наверное, это белые такие потертости. Вот. Избавляюсь от этой футболки. И уже потеряла счет. Но когда считала, было всего 47 вещей. Так. Тоже еще пересматривала свои фиолки. Еще одна коробочка от ароматов. Еще один законченный, какой-то пробник. Так. Тут у меня 4 инструкции. Я как бы все эти... Все эти вещи использую. И эту штуку от катышков, и отпариватель. Даже если они сломаются, там уже больше как-то двух лет. Эти все гарантии. Не хочу все это уже хранить. Так. Когда-то я использовала продукцию Доктор Нона, и там вот выдавали такие схемы для массажа. Но я уже давно это не делаю. А эта схема у меня есть в одной из книг. Как ухаживать за собой. Поэтому от этой штуки тоже избавлюсь. Потому что из угла в угол перекладывается. Вот это тоже у меня книжечка. Очень-очень давно. Когда-то я, может, и подчитывала, но сейчас открыла. И как-то мне совсем не... Ну, не нравится больше. Не нравится, не интересно, не актуально. И поэтому тоже несу в наш домик с книжками. Еще две книги. Эти книги это на итальянском. Тут гадание на чае. Может быть, и интересно, но обе эти книги мне когда-то дарила подруга, с которой мы уже не общаемся. Мне, может быть, даже не очень приятно какие-то оставлять от нее подарки. Я не хочу, чтобы они у меня были. Так. Еще тоже всякие мелочи. Это такой CC-крем для ног японский. Я его открыла уже в прошлый летний сезон. И тоже вот этот использовала. Там буквально остатки остались. Но я понимаю, что я уже третий сезон там, если даже есть какая-то SPF защита, слишком долго он будет открыт. И поэтому от него тоже избавляюсь от этих остатков. У меня часто так бывает со всеми какими-то солнечными защитами, что мне не удается в один раз все использовать. А на следующий год все эти SPF фильтры уже не такие не действуют. Поэтому на следующий год новое что-то приобрету. Тут еще очень давно этот лайнер открыт. И как-то я стрелки не крашу им. Поскольку давно открыт, он был в наборе вместе с сывороткой. Сыворотку я использовала, а этот использовать не буду. Так, карандаш. У меня кот иногда вот таким вредительством занимается. А мне уже тогда не нравится, когда у меня среди карандашей такой вот какой-то обгрызанный. Поэтому тоже избавлюсь от него. Так, из коробки когда-то тоже там то, что я делала украшения такие отсумки какие-то, фурнитура, детали, старая цепочка, основа для кольца, камушек, вот это все. И тоже такие мелочевка, но 6 предметов. Старая шелковая резинка, которая уже некрасиво ткань выглядит от микрофона, которого нет мешочек. Так, еще вот такая металлическая ювелирная проволока. она посеребряная, мне кажется, но она пожелтела, тоже ее уже использовать нельзя. Ну, и еще несколько вещей таких бытовых, которые вроде бы казалось используешь и используешь, но потом вот именно когда тоже на камеру смотришь со стороны, что они уже слишком долго используются, их пора менять. Такая икеевская салфетка на кухне использую. плед, который мне очень нравится, его расцветка, но мне просто надоело, вот много тоже он скатался, и я много раз его уже этой машинкой для катышков очищала, но он все равно скатывается, и я просто лучше поменяю на другой. Вот этот плед тоже очень-очень старый, и еще одно старое полотенце. Вот, сегодня у меня 47 вещей, и большинство из них откровенный хлам, и я с благодарностью от всего этого и избавляюсь. Большое спасибо, что досмотрели, до новых встреч, пока-пока.